На все три праздничных дня Славянск на Кубани превратился в одну большую концертную площадку. Выступления артистов проходили в парках и на улицах. Наши корреспонденты прогулялись по праздничному городу и собрали впечатления жителей от увиденного. В праздничные дни парк имени Григория Пономаренко наполнился звонкими детскими голосами. Здесь для жителей выступали воспитанники детской школы искусств и творческих объединений города. Субтитры создавал DimaTorzok Праздничное настроение жителям создавали и студенты Славянского филиала Кубанского государственного университета. Для жителей поселка Кубрис они подготовили большую творческую программу. Студенты Кубанского государственного университета филиала в городе Славянский на Кубани решили поздравить жителей с праздником с днем рождения города и района. И подготовили замечательный концерт от студентов для жителей и гостей замечательного района Кубрис. Концерт собрал немало жителей из близлежащих домов. Некоторые не только слушали выступления артистов, но и танцевали. Главная задача такого творческого мероприятия создать праздничное настроение была выполнена на 100%. Концерт великолепный. Посмотрели, послушали, все понравилось. Спасибо. Поздравляю Славянск на Кубани с этим праздником великолепным и всех его жителей. Желаю счастья, здоровья и всего самого наилучшего. Наша школа, институт тоже очень замечательно. Выступают, нравится, дети приходят. Мы всегда тоже приходим, потанцуем, попоем. Чуть-чуть. Очень весело, да. Ну, поздравляем всех жителей города с праздником. Желаем счастья всем, здоровья, чтобы никто не болел, чтобы у всех в семье всегда было все хорошо и благополучно. На улице Красной, около фонтана, с творческой программой выступили юные воспитанники образцового ансамбля бально-спортивных танцев «Академия». Также для всех желающих руководитель ансамбля Андрей Шишкин провел мастер-класс. Попробовать себя в бально-спортивных танцах решили несколько юных славянцев. Они старательно выполняли движения и танцевальные комбинации. Родители с интересом наблюдали за первыми шагами своих детей в мир спортивного танца. Праздник, конечно, очень интересный и шикарный. Этот праздник проходит многие года уже у нас, и, наверное, это огромная традиция. И очень дети, конечно, с бешеным настроением пришли на этот праздник. И, слава богу, сегодня погода нам помогла оттанцевать это все красиво. Настроение интересное, и очень хочется, чтобы эти праздники были почаще. Как можно почаще для наших детей, для нашего шикарного, молодого, интересного города. Еще одна концертная площадка работала по улице Красной около общежития СЭД. Там для жителей выступали студенты сельскохозяйственного и электротехнологического техникумов. Праздничный концерт для поднятия настроения для жителей. Ведущие будут поздравлять жителей и гостей нашего города. Песни будут все позитивны и, надеюсь, будем поднимать настроение прохожим. Концерт получился ярким и праздничным. Гуляющие по городу славянцы с удовольствием останавливались и слушали выступления артистов. А некоторые даже специально приехали, чтобы послушать выступления ребят. Настроение у нас прекрасное, потому что этот праздник мы ждали давно. Он один раз всего лишь в году. Такой замечательный, осенний, теплый и ласковый. А на концерте мы оказались не случайно. У нас за пультом внук, а в ансамбле его подруга. Поэтому мы на этот как и царь приехали специально посмотреть и послушать. Мы очень рады, что оказались здесь. Веселые, задорные песни, хорошее настроение, симпатичные девчонки. Хочется жить и радоваться. И того же мы желаем нашему замечательному славянскому району и городу Славянску на Кубани, у которого сегодня замечательный день рождения. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События». Георгий Калинин, программа «События».